Всем привет! Добро пожаловать на канал! Я хочу показать вам сегодня, как я моделировала шорты по выкройке брюк. Я думаю, что те, кто только начинают шить, конечно, есть вопросы, да, что-то непонятно, поэтому я расскажу сегодня подробнее, как я это делала. И думаю, что будет вам полезно, возможно, вы будете шить шорты, и как раз пригодится вам вот эта информация, как смоделировать шорты по выкройке брюк. Значит, у меня есть выкройка, это выкройка брюк Ника с сайта VickySeal, и я сейчас вот по ней покажу, как смоделировать шорты. Здесь у меня сейчас, передо мной тут лежит, вот она, выкройка передней части брюк. Значит, на каждой выкройке есть контрольные точки. На любой выкройке, которую вы покупаете, есть контрольные точки, такие самые нужные. И вот по этим контрольным точкам, отталкиваясь, вернее, от этих отметок контрольных, от этих точек, которые есть на выкройке, можно смоделировать, например, вот шорты. Теперь, для того, чтобы смоделировать шорты, сначала необходимо определить длину этих шорт. Ну, я думаю, что вы сами уже знаете, как это сделать, да, какую длину вы хотите. Видите, например, вы уже определились примерно с длиной, и теперь ее нужно, эту длину, вот убрать, ненужную длину, чтобы оставить ту длину шорт, вот, которая вам нужна, которую вы хотите. Как это сделать? Значит, на выкройке, как я уже сказала, есть контрольные точки, и здесь, на этой выкройке, есть вот такая точка здесь, вот она тут находится, тут одна отметка, и здесь, с этой стороны, это линия колена. И вот как раз от линии колена, здесь вот по бокам идут две такие отметки, это линия колена. И вот от этой линии колена, еще раз, вот здесь есть отметки, с одной стороны и с другой, это линия колена. И уже по этой линии колена, по этим отметкам, можно убрать ненужную длину, в общем, оставить ту длину, которая вам нужна. Значит, от этой линии отмеряем вверх, столько, сколько вам нужно. Значит, здесь вот у меня уже, я отмерила и начертила вот линию горизонтальную. Значит, у меня получается, я от линии колена вверх отмерила 15 см, с одной стороны, и с другой, просто откладываете отсюда, от вот этой точки, от линии колена, вверх, столько, вот сколько вам необходимо. Ту длину, вот которую вы хотите оставить, длину шорт, поэтому можете сделать короче шорты, например, 20 см, убрать от колена вверх. И я убирала 15 см, отмеряла, поэтому от линии колена я отмерила 15 см, поставила вот так отметки, с одной и с другой стороны, и просто начертила горизонтальную линию. Вот это будет длина моих шорт. Также, если необходимо сделать, если вы хотите сделать подворот, например, наверх, да, подворот, то, естественно, нужно добавить еще для подворота припуск. Если вы хотите просто подвернуть вовнутрь, как у меня, и подшить, то достаточно будет добавить на припуск 2-2,5 см, чтобы просто подвернуть вовнутрь и подшить двойной иглой. Можно также просто оставить неподшитым низ, и вот такой будет край, низ шорт, так как это трикотажная ткань, ткань эта не осыпается, она просто немного закрутится вовнутрь, и будет вот такой у вас край шорт, такой низ шорт будет просто необработанный. Можно сделать и так. Дальше. Определились с длиной, и вот такая получается у меня длина, будет длина шорт. После того, как определились с длиной шорт, это я определила длину по передней половинке брюк, теперь то же самое нужно сделать по задней половинке, также берем заднюю половинку брюк, здесь также на этой задней половинке тоже есть контрольные точки, значит, так же на задней половинке тоже есть контрольные точки, тоже есть линия колена, есть отметки, вот они здесь находятся, вот они, значит, с одной стороны и с другой, вот она получается тоже линия колена. И теперь, и вот так вот получается тоже здесь линия колена. И точно так же от этой линии колена вверх я отмеряю тоже 15 см. Вот здесь видно у меня расстояние от линии колена вверх 15 см. Отмечаю от этой точки вверх 15 см, ставлю отметку, и точно так же отмеряю с другой стороны тоже 15 см, и ставлю отметку. И затем соединяю просто эти две отметки. Тоже провожу вот такую горизонтальную линию. Получается, я теперь определила длину шорт тоже на задней половинке брюк. Я уже определила длину шорт по передней и задней половинке брюк. Вот так у меня получается. Также, как я уже сказала, необходимо добавить 2 см, например, на припуск, чтобы подвернуть. Либо просто можете от этой длины так же просто отмерить 2 см и просто подвернуть вовнутрь. Можно сделать и так. Например, я так и сделала, просто вот от этой длины вверх. Я не добавляла сюда 2 см, а подвернула вовнутрь просто на 2 см и подшила. Теперь переношу переднюю и заднюю половинку брюк на бумагу. Переношу не полностью всю штанину, а только вот по этим отметкам, по вот этой линии. и переношу вот эти 2 детали. Беру вот так бумагу, сверху кладу выкройку, либо передней, либо задней половинке брюк. И здесь у меня сейчас это задняя половинка. И просто переношу эту выкройку на бумагу. И переношу вот по вот этим отметкам, как я уже сказала, по длине шорт. Теперь соединяю прямой линией вот эти 2 отметки. это будет длина это будет длина шорт. И провожу просто горизонтальную линию. И как я уже сказала, можете добавить вниз пару сантиметров на припуск, чтобы подвернуть вовнутрь, либо можете просто затем подвернуть вовнутрь и подшить. Я так и сделала, просто подвернула вовнутрь и подшила двойной иглой. Вот такая получается выкройка. И вот получается вот такая выкройка задней половинки шорт. Длину мы уже определили. Теперь необходимо сделать, например, шорты немного пошире. Так как это брюки, и я хочу, чтобы они были немножко пошире, поэтому я хочу добавить еще на свободу с одной и с другой стороны. Здесь с краю от бокового шва просто отступаете, например, 2,5 сантиметра. От бокового среза отступаем 2,5 сантиметра. И здесь точно так же от шагового среза тоже отступаю, например, 2,5 сантиметра. Можете сделать меньше, либо больше. Вот все зависит от того, какие вы хотите шорты, чтобы они были более свободные, либо наоборот поуже. Также это зависит от выкройки, по которой вы будете моделировать выкройка брюка. Это брюки такие более, не такие широкие, поэтому я хочу сделать шорты немного пошире. Если у вас брюки достаточно широкие, то, возможно, вам и не нужно расширять, а достаточно только определиться с длиной и подшить внизу просто шорты, и все будет готово. Поэтому добавляю, как я уже сказала, значит, здесь 2,5 сантиметра и точно так же здесь тоже добавляю 2,5 сантиметра. Вот так у меня получилось. Теперь мне необходимо соединить просто вот эти две. Отсюда снизу я провожу вертикальную линию вверх и соединяю просто низ, нижний вот этот срез здесь с боковым срезом. И вот так просто провожу новую линию бокового среза. Точно так же и здесь. Вот по шаговому срезу так же соединяю просто шаговый срез с вот этой новой линией низа. и вот так вот получается. Получается, я добавила здесь и точно так же добавила здесь по боковому срезу. и вот такая получается выкройка. В принципе, это все вот, что я поменяла выкройки. Еще можно, например, сделать немножко здесь, добавить, если вы будете подворачивать вовнутрь, просто сделать на немного на полсантиметра, так как это будет подворот. Чтобы удобнее было подворачивать. Немножко расширить вот тут, буквально, если это будет подворот вовнутрь на 2 сантиметра, снизу отмеряю 2 сантиметра. И сделать такие небольшие, такое небольшое расширение, просто для подворота, чтобы было красиво. И чтобы удобнее было затем подвернуть вовнутрь, не пришлось растягивать ткань. А сделать такие небольшие, небольшое такое расширение, как я уже сказала, вот буквально здесь на пол сантиметра в сторону отступила я, и сверху также 2 сантиметра, если это будет подворот на 2 сантиметра. И вот это будет, получается, у меня подворот. Я подверну вовнутрь на 2 сантиметра. Можете подвернуть все так же больше, либо меньше. Теперь также переношу переднюю половинку брюк тоже до вот этой длины шорт, точно так же все обрисовывая. Также необходимо перенести все отметки. Вот здесь вот у нас карман. Тоже, если вы будете шить с гульфиком, тоже все отметки для гульфика. Если не будете шить, просто здесь у меня уже он обрезанный, этот гульфик, потому что выкройка брюк, она идет с гульфиком. Я уже по этой выкройке шила просто брюки, что-то меняла, делала там завышенную талию, также внизу, например, делала подворот, поэтому выкройка у меня такая рабочая. И здесь уже я убрала этот гульфик, потому что я шила домашние штаны, штаны для дома тоже из трикотажной ткани. И делала с гульфиком, но затем просто убрала его, потому что шила брюки трикотажные и не хотела делать этот гульфик, поэтому я его сразу отрезала. Теперь переношу полностью, переношу теперь выкройку, я уже сказала, на бумагу до вот этой отметки, до отметки длины шорт, до новой вот этой отметки, которую я только что нарисовала, обрисовываю. И вот так я перенесла тоже выкройку передней части брюк. Теперь здесь внизу соединяю эти две точки. Это, как я уже сказала, длина получается шорт. И точно так же теперь добавляю, как и по задней половинке я добавляла, точно так же добавляю по передней. Добавляю по 2,5 см с одной и с другой стороны. И теперь соединяю, получается, здесь рисую новую линию. Вот здесь шагового среза соединяю с низом шорт. И точно так же здесь по боковому срезу точно так же сюда вот соединяю кверху вот сюда вот к карману рисую вот так новую тоже линию. В принципе, нет ничего сложного. Вот так у меня получилось. Я надеюсь, видно. И теперь точно так же можно отступить вверх 2 см. Здесь тоже полсантиметра. Это будет на подворот. И сделать такие небольшие для подворотика такое расширение. Вот так получается. Это передняя половинка шорт. Переносим на ткань. Просто вырезаем и уже дальше шьем. Еще по поводу выкройки. Значит, у меня сейчас здесь лежит на столе вот она задняя половинка брюк и вот это передняя половинка брюк. И, как вы видите, здесь передняя половинка брюк, она уже, чем задняя. Поэтому, когда вы будете моделировать шорты, то у вас должно получиться точно так же. Задняя половинка шорт тоже должна быть немножко шире, чем передняя половинка шорт. Можно, в принципе, сейчас вырезать выкройку шорт и посмотреть. Должно получиться вот так. Конечно, но не должно получиться так, что у вас передняя половинка будет шире, чем задняя половинка шорт. Вот передняя половинка должна быть немножко уже, чем задняя половинка шорт либо брюк. Вот получается вот так. Вот такое получается простое моделирование. В принципе, нет ничего сложного определить нужно только длину шорт и также немножко их расширить просто по бокам добавить на свободу смотрите уже по своей выкройке, какая у вас есть выкройка брюк, не обязательно брать эту выкройку, можно взять любую другую какая у вас есть если это будут трикотажные шорты то все намного проще как видите трикотаж шить легко поэтому пробуйте, моделируйте и я думаю, что у вас все получится если будут вопросы пишите мне в комментариях ставьте палец вверх, если это видео вам будет полезно и пригодится в дальнейшем подписывайтесь на мой канал, буду вам очень рада, на этом все всем пока